Ну что, я думаю, стоит приступить к выяснению обстоятельства по конкретно данной жалобе. Значит, жалоба была переквалифицирована непосредственно не на байт, поскольку на то были свои причины, имелась некая погрешность в правилах. Мы его переквалифицировали на правила новой жизни, то, что после конкретной ситуации товарищи из свата вернулись. Вот сейчас, обратите внимание, вот сюда, на правую нижнюю. 15-12 было четко видно. 15 декабря 22-24. Вы заметили все дату и время, верно? Отлично. Будем от нее отталкиваться, это очень важно. После этого нам сообщают сотрудники свата, вернее не нам, а администрации, о том, что нет, ребят, мы не ехали еще раз на эту же ситуацию. Это была не новая жизнь. Нам сказал водитель супры о том, что вы украли его машину. Вот. Ждут доказательства от свата, что вы попросили найти его супру. Вот непосредственно гражданский, чья была эта супра. Ребят, подойдите сюда. Это не расстрел, не бойтесь. Вот, Эдвард, подойдите его имя. Оружие на изготовочку, будьте любезны. Встаньте в ширину, напротив гражданина. Пока не направляйте, да, пустите его. Гражданин, смотрите, вот теперь, я думаю, как бы не стоит вам задать несколько вопросов. Это ни в коем случае не угроза вашей жизни, ни в коем разе. Просто, так скажем, ну, помогает, знаете, вот такая нервная немножко обстановка, как бы не юлить, не врать и говорить честное право. Ну, то есть вы понимаете меня, да? Помните ситуацию, которая вчера произошла на перебивке, когда я ожидал вас с бойцами, дали передать вам Кадиллак? Да. Такая ситуация была, правильно? Правильно. Вот, все мирно, никаких грабежей, угонов мы у вас не совершали, да? Конечно, нет. Мне поступила информация конкретно от начальника СВАТа, что он сказал, что товарищ Эдвард Худ... Нет, он сказал не так. Он сказал, владелец фиолетовой Супры вчера обратился к нам с неким заявлением о том, что его Супра была угнана и находится на перебивке в ДП-5. Скажите мне только чистую правду, это ложь или нет? Вы вчера обращались к товарищам полицейским о том, что на перебивке находится ваш автомобиль, украденный именно нашей организацией? Нет, он меня абсолютно не так понял. Разговор с полицейским был, только... Обратите внимание, 16 декабря. Я упомянул о том, что именно вы охраняли этот автомобиль, так как мне стало плохо, мне не пришлось уехать. Но автомобиль мой был на перебивке. То есть любой приехавший просто забирает его и сразу перебивает. Вы остались там в охране. А он это попытался как-то, так скажем, переврать, да, перефразировать? Ну, вы говорите чистую правду, если что, вы сможете подтвердить свои слова при, так скажем, высшей инстанции. Конечно. То есть вы являетесь владельцем, да, этой Супры? Да. Вас ее, к сожалению, сейчас нет, то есть вы подтвердите. Ага, Джузен, кстати, транспорт забрали, смотрите. Так, ну, в принципе, тут дальше ничего интересного. Вот непосредственно данный гражданин Эдуард Худ отписывает. Внимательно читаем. Можете почитать на паузе, я даже останавливаться на этом не буду. Кому интересно, можете сами найти, понять, что Эдвард не писал ничего. Хотя сотрудники СВАТа четко сказали о том, что водитель Супры, которая стояла 15 декабря на перебивке, обратился к ним за помощью об угоне. Это первый пиздеж в адрес администрации. Первый пиздеж в адрес администрации. Едем дальше. После переквалификации жалобы, можно эту тему закрыть. И после того, как капитан Мяу требует, капитан Мяу является администратором, требует доказательства об обратном, товарищи из СВАТа скидывают видеоролик. Нам сказали о краже авто, мы поехали. Вот этот видеоролик. Давайте попробуем его открыть. К сожалению, видео недоступно, поскольку Майк Кулкин решил его удалить. Пожалуйста, пусть восстановит видео для администрации. Именно это видео. Не новое зальет. А именно это видео, что он удалил, пусть восстанавливает. И показывает администрации, что это будет. Мы перестраховались, как я предполагал, когда человека улечили в том, что он перепутал, ну, хочет наебать администрацию. Второй раз он уже сам забрался. Он залил фейковое видео. Вот в чем интерес. Видео, которое оно было, вот скриншот. Сейчас непосредственно покажу это видео. Вот это видео. Пожалуйста, обратите внимание, пожалуйста, на даты. Это очень важно. 17-е, 12-е, 17-е декабря. То есть это, блядь, сегодня нахуй. 12 часов дня это, блядь, снято сегодня, блядь. Идет разговор о ситуации, которая была 2 дня назад. Он снимает видео сегодня и выставляет это как доказательство того, что Гражданский сообщил ему о каком-то угоне, о каких-то вооруженных людях на перебивке. Слушай. Сейчас поедем в центр города, типа, и посмотрим, может, там какие-нибудь пизды дадим. Вот подбегает Гражданский, к сожалению, да, тут видео обрубленное. Подбегает Гражданский и просит, якобы, там, поехать, блядь, там, помочь, там, вооруженные люди. Да, пожалуйста. Что ж вы, Эдвард Кулкин, удалили видео. Пожалуйста, верните его, залейте. Оно залито с вашего канала же. Что случилось? Почему? Зачем вы его удалили? Администрация очень интересная, наверное. Как вы ее наебываете. А, или вот она полная. Вот, полный видео ролик. Это похуй, типа, на Хаммер, но все равно в аренде, блядь. Так что похуй. Это о вопросе о том, как, как бы, с правоохранительным органом похуй на служебную технику. Правильно? Похуй. Это же государственная техника. Она в аренде, похуй на нее. Сейчас поедем в центр города, типа, и посмотрим. Может, там какую-нибудь пизды дадим. Да, да, да. Слышите, пиздили. Мы на госпиталя поехали. Вооруженные были? Мы слышим четко, ну, четко измененный голос, это точно слышно, что пользуются люди клоунфишем. Да? Мы это четко слышим. Это раз. Во-вторых, обратите внимание, пожалуйста, на пояс. Пояс, как мы видим, черный. Скорее всего, пояс свата, блядь. Или полиции. Вы понимаете, насколько вы запизделись и охуели? Вы уже, блядь, специально подстраиваете видосы, блядь, чтобы себя как-то, блядь, спасать. Вы настолько запизделись уже. Я в шоке с вас. Это, я, блядь, первый раз вижу такое ПД, блядь. Да, 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 что же мы пиздили. Мы на госпитале поехали. Вооруженные были? Пытаемся разобраться в медленной скорости, что говорит данный гражданин. Да, 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 слушаю. Машину спиздили. В сторону госпиталя. Поехали. Слышно, да? По-моему, все четко слышно и понятно, что товарищи свата запизделись окончательно, блядь. Помимо того, что они наебали администрацию первый раз, сказав, что водитель Супры пожаловался и дал вызов, что опроверг водитель Супры. А во второй раз они скидывают видос, блядь, от 17-го числа сегодня. Боже, насколько же вы жалкие и мелочные. У меня все просто. Продолжение следует...